МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Окончательную редакцию проекта закона о любительском рыбовстве. Какие нововведения? Вы их видите, а не вас нет. В Наринмаре сегодня провели традиционную акцию «Белая трость». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги среды. В студии Олега Танзейский мы начинаем. Администрация Нинского округа подготовила проект регионального бюджета на трехлетний период 2019-2021 годы. Так, основные параметры главного финансового документа на 2019 год составляют более 17 миллиардов 800 миллионов рублей по доходам и более 19,5 миллиардов по расходам. Дефицит 1 миллиард 684 миллиона или 9,9%. Проект бюджета одобрен на заседании региональной администрации. Впереди работа парламентского корпуса. Расчет доходной базы окружного бюджета произведен в соответствии со сценарными условиями и показателями прогноза социально-экономического развития Нинецкого округа и Российской Федерации в условиях договора между областью и округом. Наибольшую долю в доходной части бюджета занимают поступления в виде доли прибыльной продукции от Харягинского месторождения или 35%. Следующий по величине налог на имущество организации 33% и налог на прибыль организации 16%. Прогноз поступления данных доходов на 2019 год составил 6,25 млрд рублей, исходя из цены на них 63,4 доллара за баррель и курса 63,9 рублей за доллар. На плановый период 2020 год учтено в сумме 5,835 млрд рублей, исходя из цены на них 59,7 доллара за баррель и курса 63,8 рублей за доллар. На 2021 год сумма составляет 3,893 млрд рублей, исходя из цены на них 57,9 доллара за баррель и курса 64,4 рубля за доллар. В целом проект бюджета на следующий год сформирован на уровне ожидаемого исполнения текущего года. При этом впервые в истории округа была нарушена процедура подачи необходимых документов для формирования бюджета Департаментом образования, культуры и спорта. Чтобы не допустить срыва формирования и утверждения главного финансового документа Департаменту финансов пришлось принять меры. С Департаментом финансов в соответствии с пунктом 4 решения бюджетной комиссии номер 44 от 13 сентября 2018 года сформированы расходы по Департаменту образования, культуры и спорта Нинского автономного округа в общей сумме 4 млрд 910 млн 68 тысяч рублей на 2019 год. В том числе 10 млн 68 тысяч рублей это средства федерального бюджета с пропорциональным снижением расходов относительно 2018 года в соответствии с ведомственной структурой расходов окружного бюджета по указанному главному распредителю бюджетных средств. Несмотря на сложившуюся ситуацию, бюджет 2019 года и на плановый период будет внесен на рассмотрение в собрание депутатов Нинецкого округа. Я полагаю, что мы можем образование культуры здесь пойти на встречу в том плане, чтобы сдвинули сроки рассмотрения на конец. Это позволит, возможно, нам вместе прийти к согласованным решениям по данной проблематике. Поэтому, Татьяна Павловна, я полагаю так, что мы в рабочем порядке учтем те рабочие моменты, которые у нас здесь возникли, потому что такого у нас не было действительно, чтобы один департамент у нас не внес в основном порядке своих показателей. Стоит отметить, что расходы на образование составляют наибольший удельный вес – 28%. Далее идут расходы на национальную экономику, социальную политику, ЖКХ и здравоохранение – 8%. Бюджет 2019 года имеет не только значительную социальную, но и инвестиционную составляющую. Расходы на строительство различных объектов планируются в объеме 3 миллиардов рублей в 2019 году, а общая сумма на 3 года превысит 7,1 миллиард рублей. В рамках окружной инвестиционной программы предусмотрено финансирование строительства либо реконструкции 21 объекта. Из них по 6 объектам планируется разработка проектной документации. По 5 объектам финансирование предусматривается с завершением строительства в 2019 году. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Напомню, что бюджет Ненинского округа на 2019 год сформирован на уровне ожидаемого исполнения бюджета текущего года. За 9 месяцев оно составило почти 15 миллиардов рублей по доходам или 103% к плану. По расходам это 12,7 миллиардов рублей или 97% к плану. Окружной бюджет исполнен с профицитом в сумме чуть более 2 миллиардов рублей. Размер доходной и расходной статей в бюджете 2018 года менялся один раз в июне текущего года в связи с большим поступлением доходов от Харягинского месторождения, а также налога на имущество организации и платежей на социально-экономическое развитие Ненинского округа. Налог на прибыль организации поступил в сумме 2,2 миллиардов рублей или 114% к плану. Перевыполнение обусловлено ростом налоговой базы по налогу на прибыль организации консолидированных групп налогоплательщиков, а также увеличение цены на нефть. В большем объеме поступили и доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных капиталах организаций, принадлежащих Ненинскому округу. А именно поступило 9,9 миллиона рублей от наших акционеров, или 105% от наших подведок, которые 105% к плану за 9 месяцев. В том числе перечислены дивиденды от Миримарского и отряда 4,6 миллиона рублей, месопродукты 2,9 миллиона рублей, Центр развития бизнеса 1,8 миллиона рублей, акционер общества 3,5 миллиона рублей. Между тем отмечается невыполнение по платежам от государственных унитарных предприятий. За 9 месяцев текущего года в окружную казну поступило всего 267 тысяч рублей, или 6%. Из них всего 95 тысяч поступило от Ненинской компании электросвязи, от Наринмарской электростанции 141,5 тысячи рублей, при плане 794 тысячи. От Ненинской коммунальной компании 30,5 тысяч, при плане 577 тысяч рублей. В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ненинском округе предлагается сохранить на уровне текущего года, то есть в размере 17 тысяч 956 рублей. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Отмечу, что в соответствии с расчетами, предоставленными Департаментом экономики и финансов, величину прожиточного минимума пенсионера изначально предлагалось понизить на 3,2%. Почему величина прожиточного минимума пенсионера в Ненинском округе в 2019 году должна стать ниже, чем в текущем году, разъясняет руководитель Департамента экономики и финансов НАУ Татьяна Лагвиненко. По ее словам, такие данные были получены, исходя из существующей методики расчета. Снижение величины, установленной на 2019 год, обусловлено произведенным перерасчетом величины прожиточного минимума пенсионера на 2018 год с учетом фактически сложившегося уровня инфляции. Так, при оценке в 2017 году уровня инфляции на 2017 год в размере 4,6%, а фактически он составил всего 1,7%. В настоящее время уровень инфляции по итогам 2018 года оценивается на уровне 2%, против ожиданий прошлого года 4,8%. По словам вице-губернатора, с 2020 года будет применяться новый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера. Предлагается устанавливать его на соответствующий финансовый год, исходя из размера величины за второй квартал предыдущего года, не учитывая инфляционные ожидания. Как отметила Татьяна Лагвиненко, принятие данного федерального проекта повлечет за собой еще большее снижение величины прожиточного минимума пенсионера. Парламентарии настаивают на том, что существующая методика расчета не совсем подходит, а чтобы избежать снижения, нужно рассмотреть другие возможные варианты. В результате дискуссии по данному вопросу большинством было принято решение сохранит размер прожиточного минимума пенсионера в Янецком округе на 2019 год на уровне текущего года, то есть 17 956 рублей. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании постоянной комиссии собрания депутатов округа, касался компенсационных выплат для граждан, проживающих в аварийных домах, включенных в реестр. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, впервые в регионе разработан проект «Порядка к законопроекту». И три варианта компенсационных выплат – это на приобретение жилого дома или части дома или помещения в многоквартирном доме. Возможно также компенсационную выплату получить на строительство жилого помещения, но при условии, что если долевое строительство, порядка 60% объект уже готовность, потому что мы предполагаем, что было масса вариантов и случаев, когда на начальной стадии строительство просто останавливается, поэтому все-таки 60% готовности – это коробка здания, коммуникации, остается, как правило, только отделка. И иные цели – это если у гражданина, у собственника, есть уже квартира, и ему не требуется обеспечение себя местом для жительства, но нам необходимо расселить будет это. Размер компенсационной выплаты будет рассчитываться, исходя из общей площади освобождаемого жилья, умноженного на среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилплощади, установленной в регионе. Сейчас это 60 тысяч рублей. Сумма установлена Минстроем. На заседание прозвучало предложение, чтобы размер стоимости квадратного метра регулировался администрацией округа, а не Министерством строительства. Оба законопроекта будут вынесены на рассмотрение сессии для принятия в первом и втором чтениях. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Правительство России подготовило окончательную редакцию проекта «Закон о любительском рыболовстве». Напомню, документ был принят Госдумой в первом чтении еще в декабре 2013 года, однако некоторые положения законопроекта вызвали жаркие дискуссии, так что обсуждение затянулось на пять лет. И вот сейчас правительство подготовило свой вариант окончательной редакции проекта. Именно в таком виде документ предлагается внести на второе чтение в Госдуме. Одной из новаций вводится существенное ограничение на подводную рыбалку. Нельзя будет погружаться на промысел с эхолотами и аквалангами. Также нельзя будет использовать индивидуальные электронные средства обнаружения водных ресурсов под водой. Запрещает документы подводную охоту в местах массового отдыха граждан. В подготовленном ко второму чтению проекте закрепляется право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования. Однако некоторые ограничения для рыболовов все-таки будут. Например, инициатива предусматривает введение суточной нормы вылова на одного рыболова. Любитель она составляет 5 килограммов. Исключение сделано для рыбацкой удачи, когда поймана рыба, тяжелее установлены нормы. Согласно закону, страна разбита на 8 рыбохозяйственных бассейнов. Для каждого региона утвержден свой приказ с правилами рыболовства. Эксперты обращают внимание, что подготовленный проект предлагает достаточно гибкие подходы. В морском порту Наринмара подводят итоги работы в навигацию. Всего с ее начала осуществлено 254 суд захода, что превышает годовой показатель 2017 года почти на 49,5%. По информации руководства порта, до завершения навигации ожидается еще 4-5 заходов морских судов. С начала навигации грузооборот порта составил 114 тысяч тонн. За сентябрь было обработано почти 29 тысяч тонн груза, из которых львиная доля почти 21 тысяча тонн генеральных грузов, остальные нефтесодержащие. Морская навигация в этом году открылась 15 июня на четверо суток раньше, чем в прошлом году. Ее завершение запланировано на начало ноября. Согласно регламенту, морская навигация завершится после подписания соответствующего распоряжения капитаном порта. К другим новостям. Специалисты управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу проверили качество и безопасность питания в образовательных учреждениях региона. Повышенное внимание в ходе проверки уделялось соблюдению всех санитарно-гигиенических требований к состоянию пищеблока, качеству и безопасности поставляемых продуктов питания, соблюдение норм и правил их транспортировки, хранения соответствию готовых блюд гигиеническим требованиям. Штрафы за выявленные нарушения перевысили 100 тысяч рублей. В процессе проведения контрольных мероприятий специалисты и ведомства осуществили отбор проб для исследования на соответствие установленным гигиеническим нормативам, в том числе по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В ходе проверок проведены лабораторные исследования 39 готовых блюд на микробиологические показатели. Все пробы соответствовали требованиям безопасности. По результатам всех проверок было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, вынесено 13 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 101 тысячи рублей. Во всех случаях выявления нарушений хозяйствующим субъектам вносились предписания об их устранении. Привлечь внимание водителей общественности к проблемам слабовидящих и слепых пешеходов на Рейнмаре прошла традиционная акция «Белая трость». Она проводится в рамках ежегодно отмечаемого Международного дня «Белой трости» и в преддверии Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября. В мероприятии, организованном Ненецким местным всероссийским обществом слепых, приняли участие представители общественности и юные инспекторы дорожного движения. Перейти дорогу для незрячих людей – настоящее испытание. В этом убедились участники ежегодной акции «Белая трость». В знак солидарности с незрячими людьми они надели на глаза черную повязку и перешли дорогу при помощи «Белой трости». Большинство водителей в присутствии наряда ДПС на пешеходном переходе и не только дисциплинированно пропускают участников акции. Мы сегодня на себе смогли ощутить всю сложность этого процесса, процесса перехода просто через дорогу человека. Большинство водителей, конечно же, останавливаются, но были и те водители, которые либо очень близко подъезжали, либо не пропускали. Поэтому я думаю, что и водителям, и просто гражданам необходимо обратить внимание на правила дорожного движения, обратить внимание на людей с ограниченными возможностями. Общественники отмечают важность участия детей в подобных мероприятиях, поскольку формировать гуманное и толерантное отношение к окружающим людям необходимо с малых лет. Сегодня мы специально проводим эту акцию, чтобы напомнить пешеходам, водителям, что такая группа людей у нас в городе есть, об этом надо помнить. И нам в этом вопросе помогают дети, потому что они проводят беседу, вручают памятки водителям, чтобы они были осторожнее, внимательнее, Учитывая то, что сейчас наступает темное время суток очень рано, и не было инцидентов, приводящих госпитализацию людей в больницу при неправильном соблюдении правил дорожного движения к данной категории людям. Юные инспекторы дорожного движения, которые уже успели пройти обучение в лаборатории безопасности, раздавали водителям памятки и разъясняли правила дорожного движения, касающиеся слабовидящих людей. Эта акция проводится каждый год, и эта акция посвящена слепым и незрячим людям. Если водитель видит такого пешехода, он обязан уступить дорогу. Как отметил председатель Ненецкой местной организации Всероссийского общества слепых Борис Бажуков, с начала проведения белой трости водители стали более дисциплинированными и пропускают незрячего человека с белой тростью в любом месте проезжей части, как и положено согласно правилам ПДД. Стоит отметить, что в последние годы столица округа для незрячих стала намного комфортнее. Благодаря программе «Доступная среда». По городу у нас условия будем считать, что хорошие. Светофоры у нас все озвучены, и наводящие дорожки есть. По спортивному залу, по бассейну плавательному, там тоже мы наводящие дорожки хотим сделать. В проекте есть. И по светофорам есть нарекания у меня некоторые, что у нас светофоры 60 лет октября рабочие, федеральная дорога, там светофор не звуковой, там ломаются, и, видимо, ломают жители, жильцы. Надо как-то здесь навести порядок. В этом году акция проводится уже в 27-й раз. Белая трость – символ слепых. Она помогает ориентироваться в окружающей среде. Каждый, кто садится за руль, должен помнить – человек со слабым зрением имеет право перейти дорогу в любом месте. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. И в завершении выпуска в Ненецком округе пройдет окружная студенческая спартакиада по уличным видам спорта. Сборная трех учреждений профобразования – Ненецкий агроэкономический техникум, социально-гуманитарный колледж и Ненецкое профучилище – будут соревноваться в футболе, волейболе и стритболе. Спартакиада стартует 22 октября и завершится 26 октября. Как отметили организаторы состязаний, региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, каждое учебное заведение сможет выставить только одну команду. В ее состав войдет мини-команда по волейболу из шести студентов, в том числе две девушки, пятерка футболистов – юноши и тройка для стритбола – два юноши и одна девушка. Заявки от участников принимаются до 19 октября. Впервые спартакиада по уличным видам спорта прошла в округе в 2017 году, тогда кубок победителя завоевала команда «Наэт». Спартакиада нацелена на укрепление коммуникации между окружными студентами, пропаганду уличных видов спорта и здорового образа жизни. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.